Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габеша и в начале коротко о некоторых темах выпуска. 1800 детей в одну смену. В селе Веселое сегодня открыли пристройку к школе номер 100. Ключ от нее искали вместе с Дедом Морозом. А в Лао торжественно открыли детский сад. Его построили на территории средней школы номер 77. В Адлерском крошном городке снесены нелегальные павильоны. Вопрос у власти города и к предпринимателям с улицы Урожайной. Бег в штанах на троих, командные лыжи, чудо-ласты и незнакомая команда. В Сочи прошли большие гонки. Рождественский концерт легендарного коллектива «Кубанский казачий хор» начал Новый год с праздничных выступлений. В Краснодаре накануне артисты представили не только полюбившиеся зрителям традиционные номера, но и подготовили премьеры песен и хореографических постановок. Дирижировал хором его бессменный худрук Виктор Захарченко. Перед началом концерта его лично поздравил с праздниками губернатор края Вениамин Кондратьев. Вы человек, который любим народом, потому что вы любите народ. Вы сегодня сохраняете, собираете и приумножаете культуру Кубани. И поверьте, Кубань перед вами уже в неоплаченном долгу. Уже неоплачен. Дай Бог вам долгих лет жизни и чтобы дальше так же. И поверьте, народ уже сделал вас своей легендой. Он сделал вас по-настоящему народным. Дай Бог долгих лет жизни. Глава региона вместе с супругой посмотрел все выступления кубанского казачьего хора. Свободных мест в центральном концертном зале не было. Грандиозное новоселье в Армавире. В городе открыли новую школу. За партой там сядут 400 мальчиков и девочек. Ма, это ваш кабинет. Ваш кабинет? Да. Ну да, внутри написано второй Б. За новой партой, обязательно первой, Валера Савицкий будет заниматься уже завтра. А сегодня второклассник с любопытством рассматривает новый кабинет и показывает своей маме. Развивающие игры, интерактивная доска, ничего подобного в старом корпусе не было. Но еще больше родители школьников оценили новое время занятия детей. Плюс, конечно же, огромный в первой смене, потому что мы уже проучились во второй смене, немножко неудобно. Весь день занят школой, а теперь мы будем освобождаться до обеда, и весь день у нас будет свободный. Мы, наверное, подумаем о дополнительных секциях, кружках, возможно, пойдем в музыкальную школу. В новое трехэтажное здание на уроки будут ходить ученики 14 начальных классов. И у всех занятия теперь будут начинаться с утра, в первую смену. Чтобы выполнить это поручение президента по типовому проекту, школьный корпус построили меньше, чем за год. Радостно начинать Новый год с новой школы. Это школа будущего. И это очень важно нам понимать, если мы говорим об экономическом развитии нашего региона, если мы говорим о качестве медицинских услуг, о качестве образования, то вот это самое качество рождается здесь, в школах. В тех школах, которые мы сегодня построим, современных школах. Потому что нам очень важно, чтобы дети были успешными. И если мы сможем в них вложиться, дать им основу, базу знаний, и они станут успешными. Наш край, нашу Кубань будет еще более успешнее завтра. Новую пристройку возвели благодаря поддержке правительства страны. Строительство корпуса начальной школы в Армавире обошлось в 300 миллионов рублей. При этом большая часть – это федеральные деньги, порядка 200 миллионов. Армавир нуждался в новых школах, потому что во вторую смену у нас учатся более 7,5 тысяч ребят. И вот тот подарок, который сегодня город Армавир получил, это очень знаково для нас, потому что больше 30 лет в городе Армавире не строилось новую школу. Группа компаний сейчас, благодаря решению администрации края, строительство школ, в данный момент три школы строятся. Планируется дальше еще увеличение строительства школ. Новый корпус Армавирской девятой школы по сути самостоятельное здание. Свой большой пищеблок с разнообразным меню на каждый день, спортзал, которому позавидует любой атлет, медицинские пункты, где даже есть стоматологический кабинет. Тут же и помещение для занятия ритмикой, секции робототехники и группы продленного дня. Отдельно в построенном корпусе оборудовали библиотеку. Вот такой просторный читальный зал и вся необходимая для учеников литература. При этом, что важно, ни одна книга не будет потеряна. Каждую маркируют специальным штрих-кодом, чтобы потом можно было узнать, кто и когда брал книгу и вернули ли ее обратно в библиотеку. Все, книга занесена в базу данных. Кроме того, здание школы разбили на зоны. Например, на первом этаже будут учиться только первые классы, а вторые этажом выше. Продумали и досуг детей на переменах. Так называемые места рекреации, где можно поиграть в классики или в шахматы. Современным оборудованием оснастили и каждый учебный кабинет. Как признался губернатор, о таком его детстве можно было только мечтать. Это уже будет таким классом, который может быть частью из нашего детства. Но уровень, конечно, в целом оборудования, объемов и аудиторий, и холлов, и коридоров, да и классов, конечно, явно не из нашего детства. А из наших мечт. Мечты сбываются. Им повезло. Сегодняшним мальчишкам, девчонкам повезло. Потому что то, о чем мы мечтали, для них реальность. Это самое главное. Нам тоже повезло, потому что работать в таких классах, в такой школе тоже. Впрочем, учителям есть чем сравнивать не только в роли педагогов. За чаепитием с Винемином Кондратьевым выяснилось, что большинство из них – выпускники этой школы. Правда, занимались грамотой и арифметикой они в соседнем старом здании. Теперь же у них появилось куда больше возможностей сделать образовательный процесс еще и увлекательным. В нашей школе именно собрали очень много методической литературы, у нас много информационного материала. То есть мы теперь можем и рассказать, и показать, и вовлечь, чтобы наши дети научились. И мы думаем, что мы дадим именно качественное образование, и мы будем выпускать уже успешных учеников. Вот две категории, которые сегодня для меня в большом приоритете – врачи и учители. Потому что от этого зависит, во-первых, как я уже сказал, будущее – это в ваших руках, но и здоровье, и будущего, и настоящего – это врачи. И сегодня, да, мы активно, бюджет сегодня наполняется, активно работаем. Явно этого недостаточно, явно недостаточно для того, чтобы мы все-таки очень так ощутимо подошли к решению ваших бытовых вопросов. Вот это я реально понимаю, реально понимаю, я об этом думаю. И вот как только еще мы сможем на один уровень подняться в бюджете, мы здесь пойдем на эти решения, где-то бецедентные решения. Поддержка учителей – один из приоритетов для краевых властей. Ведь смогут ли дети в этих стенах получить качественное образование уже зависит от самих педагогов. И сегодня армавирские учителя с этой задачей справляются, отметил Вениамин Кондратьев. И со своей стороны пообещал, что регион будет и дальше продолжать создавать условия и строить новые школы. Чтобы такие школы строились больше и больше, и не только армавир, сегодня мог гордиться такой школой. И она не должна у вас быть последней, а крайней, как говорят летчики. Но, конечно, во всем крае такие школы должны появляться, потому что, я уже сказал, мы строим и школы, мы строим будущее. У нас армавир первая, ласточка Вениамин, от чего мы сегодня открыли. Сегодня же в Орубском детский сад открываем. Завтра в Сочи школа на 400 мест мы открываем. 7 марта – Новороссийск, Гайдук, школа на 400 мест. А 1 сентября мы впервые, Вениамин Ач, в истории вообще региона получаем школу 1500. А в Краснодаре – 1000 еще в Краснодаре. И несколько еще проектов. Всего в этом году в Краснодарском крае одновременно по федеральной программе возводят 10 новых учебных заведений в разных районах Кубани. И уже до 1 сентября 8 из них прозвенит самый первый в истории школу «Звонок». Мария Крошина, Денис Перец и Алексей Комаров, Кубань-24, Армавир. А в Сочинском селе «Веселое» сегодня открыли пристройку на 500 мест к школе номер 100. Корпус открыли в торжественной обстановке, в церемонии принимали участие и высокие гости. Расскажет Ольга Десятого. На территории в 4 гектара 23 тысячи квадратных метров для качественного образования. У школы номер 100 появилась пристройка – корпус для начальной школы. Хотя просто пристройкой это здание назвать сложно. Скорее, это отдельная полноценная школа со всей необходимой инфраструктурой. Новый корпус сотой школы в «Веселом» возвели за рекордные 10 месяцев. Сегодня его открыли в торжественной обстановке. Среди почетных гостей – вице-губернатор Кубани и глава Сочи. Ну и, конечно же, ученики начальной школы, которые очень скоро оживят эти стены. Для них представление с Дедом Морозом и поиском потерянного ключа от школы. Им же право разрезать красную ленту и первыми переступать порог своего второго дома. Для гостей провели экскурсию по новому зданию. Это полноценное учебное заведение со своей столовой, медблоком и спортивным залом. В классах новая мебель, интерактивные доски, компьютеры, лингофонное оборудование. Все, что нужно современным детям для качественного образования. Проект очень качественный, комфортный, отвечает всем современным требованиям. И какую задачу выполняет в данном случае этот корпус? Мы переводим детей в одну смену. Это сегодня принципиально важно, потому что перед школой стоит задача не только дать образование основное, но и дополнительное образование как ключевой элемент образования. Дополнительное образование дети смогут получать, например, вот здесь. Это хореографический зал. Здесь будут преподавать бальные танцы, классический балет и брейк-данс. В спортивном блоке откроют секции по вольной борьбе, волейболу и баскетболу. Новый корпус рассчитан на 500 учеников начальной школы. А заниматься в этой игровой и отдыхать вот в этой спальне смогут дети помладше. По новым федеральным стандартам необходимы игровые спальни для того, чтобы мы могли принять детей младше 6,5 лет. И по закону все имеют право, но не у всех созданы условия. В этой школе созданы условия все и для этой категории детей. Есть все условия и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего же в сотой школе будут учиться 1800 детей. Все в одну смену. Но в Сочи остается еще 15 тысяч школьников, которые начинают обучение после обеда. Проблему решит активное строительство новых школ. 2018 год будет в принципе тоже годом достаточно напряженным, потому что нам уже подтверждено строительство двух таких же на 400 мест школ. Одна это пристройка к 82 школе, это в Дагомысе. Другая пристройка – это к 15 школе у нас в Центральном районе. Ну и мы планируем начало строительства школы на Мамайке. За последние годы в Сочи построили 8 новых школ, но останавливаться на достигнутом никак нельзя. Ведь только за этот год в городе стало на 13 тысяч школьников больше. И сегодня же в поселке Лао торжественно открыли дошкольное учебное заведение. Детский сад построили на территории средней общеобразовательной школы 77. Строительство началось в 2016 году и в конце прошлого года объект был сдан в эксплуатацию. На строительство нового дошкольного учреждения было потрачено более 265 миллионов рублей из краевого и муниципального бюджетов. Детский сад рассчитан почти на 300 дошкольников. Здесь созданы комфортные условия для подготовки детей к школе. Есть музыкальный класс, два спортивных зала, кабинеты логопеда, психолога, живой уголок. Кроме того, здание оснащено медицинским кабинетом, пищеблоком и прачечной. На работу уже приняты 57 сотрудников из них и 27 человек педагогического состава. Воспитатели у нас 12, 12 у нас помощников воспитателей. Он рассчитан на 11 групп. Также у нас музыкальный руководитель, у нас инструктор по физической культуре. Все опытные работники с опытом, молодые, озорные. Новый детский сад стал юбилейным. 25-м дошкольным учебным заведением, построенным в Сочи за последние 7 лет. За последние 7 лет мы построили 24 объекта детских дошкольных учреждений. Это вот у нас уже 25-й, можно сказать, юбилейный. За это время мы построили уже 8 школ, но мы видим, что как не хватает еще школ, так и не хватает детских садов. По словам Анатолия Пахомова, который присутствовал на открытии нового детского сада, в этом году в Сочи планируют начать строительство еще 4-х детских садов. Новые детсады, школу и статус городского микрорайона получат жилой массив Новознаменский под Краснодаром. Сегодня туда приехал губернатор. Об этом его просили местные жители. В Новознаменском их около 7 тысяч. Вместе с ними и мэром кубанской столицы Вениамин Кондратьев проехал по местным улицам. Проблем в Новознаменском немало. Это плохие дороги, отсутствие газа и социальной инфраструктуры. Даже такой важный объект, как электроподстанция, здесь стоит без ремонта и ограждений в чистом поле. Идет реконструкция всех питающих центров. 34 центра на сегодняшний день соответствуют... Я еще раз говорю, коллега, обложение... Вы хотя бы, еще раз говорю, вы хотя бы огородили ее для приличия, как положено это было. Но водозабор-то явно запитан на нее, я еще раз подчеркиваю. И что-то с ней, значит, автоматически водозабор летит. И электричества не будет, и воды у людей не будет. Вене Ильич, она будет в этом году у нас реконструирована. Земельный участок НЭСК мы подбираем, это собственность НЭСК электросети. Если оно будет, тогда назовите конкретные сроки. Сейчас вы людям назовете те сроки, в которые вы планируете реконструировать. И проблему с дефицитом или с отключением вот этой вот подстанции, если ее можно таковую назвать, вы закроете раз и навсегда. Коллеги, хватит кормить завтраками. В гетто превратили мы, чиновники. Сегодня пригород Краснодара в гетто. И это правда. После объезда новознаменского Вениамин Кондратьев встретился с местными жителями. Разговор длился два часа. За это время нашли конкретные решения проблем, которые озвучили люди. Так, в начале 2019 года начнется строительство школы и двух детских садов. Также запланировали и капитальный ремонт одной из улиц. Сегодня в Адлерском курортном городке был снесен целый ряд торговых павильонов. Их много лет назад без разрешительных документов установили на муниципальной земле предприниматели. По решению суда ларьки признаны незаконными. Такие рабочие бригады по сносу незаконных павильонов в кургородке работают не первый раз, а вернее пятый или шестой. Порядок в сфере торговли в Сочи наводится давно. В прошлом году снесено 10 объектов незаконного строительства. На снос в очереди еще 100. Правовой статус данных объектов не подскреплен никакими документами. Либо они прекратили свои действия, либо были отменены. То есть, как правило, это решение суда. Все, что установлено неправомерно на муниципальных участках, подлежит сносу. Однозначная позиция главы города. Поэтому демонтаж будет продолжаться активно и в этом году. Администрация города Сочи сносит только по тем решениям суда, где исполнителем является администрация города. Бывает, где сами сносят, где просят суд, чтобы на них возложили эту обязанность. Потому что, когда сносит администрация, естественно, потом по решению суда затраты на снос этой незаконной постройки возвращаются опять к нерадивым застройщикам. И они должны компенсировать затраты администрации. Город-курорт давно уже нацелен на цивилизованный рынок. В прошлое ушли невзрачные ларьки и павильоны. Им на смену приходят современные магазины. Но, к сожалению, еще встречаются отголоски 90-х. Сейчас вот по демократической я проехался, здесь, по Кирову, везде одна и та же картина. Опять выносная торговля, опять вылезают на тротуар, опять они вывешивают на двери, какую-то сетку закрепляют на фасад здания, либо на окно. И здесь же начинается вывеска всего того, всей той красоты, которой они торгуют. Поэтому так делать нельзя. Могдин Чермит остался недоволен ситуацией с торговлей и на улице Урожайной. Мусор, который остается от несанкционированной торговли, это несколько тонн в сутки. За него никто не платит, а сах вывозит. Рассчитывается бюджет города. Ежемесячно субсидирует коммунальное предприятие с городской казны в размере 12-14 миллионов рублей. Навести санитарный порядок получится только при создании специальной ярмарки. Такое предложение было озвучено на совещании, которое провел сегодня в Адлере первый заместитель главы города. Торговлю в 5-километровой приграничной зоне, где и расположена улица Урожайная, можно только при согласовании с федеральной пограничной службой, напомнил собравшимся прокурор Адлерского района Артур Шмуйлов. Данный вопрос будет рассмотрен в ближайшее время. Елена Овсевсен, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В случае ощутимо похолодало, но не все водители успели оперативно на это отреагировать. Как результат, массовая авария сегодня утром на обездной дороге в Адлере. Из-за гололёда на участке длиной в 30 метров столкнулись 9 автомобилей. Со слов очевидцев, из-за гололёда, а также из-за отсутствия зимней резины на большинстве из автомобилей, произошло сразу несколько ДТП. Сначала столкнулись две легковушки, а затем произошла массовая авария с участием пяти машин. Обстоятельства происшествия уточняются. В результате аварии утром образовалась большая пробка в сторону Сочи. Семинар для команд-участниц Чемпионата мира по футболу пройдёт в Сочи. Он состоится с 27 по 28 февраля. Представители 32 сборных примут участие в семинаре, на котором будет организован целый ряд содержательных сессий, охватывающих различные аспекты предстоящего турнира. В составы делегаций национальных ассоциаций будут включены представители по спортивным и техническим вопросам, тренеры команд, врачи, а также специалисты по взаимодействию со СМИ, размещению безопасности, логистике, транспорту и маркетингу, сообщает пресс-служба FIFA. Сочинцы могут принять участие в конкурсе, посвящённом 150-летию со дня рождения Максима Горького. 17-й открытый интернет-фестиваль молодых читателей России «Сочи-Мост» объявляет конкурс творческих работ, приуроченный к юбилею писателя. Работы принимаются до 25 января. Участие могут принять учащиеся студенты и не обучающаяся молодёжь до 18 лет. Конкурсанты определяются в две возрастные группы. Младшая с 11 до 15 лет, старшая с 15 до 18 лет. Заученный тур фестиваля пройдёт до 1 марта. Конкурсанты, прошедшие отборочный тур, получают от Оргкомитета по электронной почте приглашение на участие в очном туре интернет-фестиваля. Он пройдёт в Сочи 26-28 марта. Условия участия опубликованы на сайте ifmost.rf, сообщают организаторы. РЕН-ТВ показал лучший результат за последние 9 лет и рекордный прирост аудитории. Доля декабря составила почти 6%. Это лучший декабрьский результат телеканала с 2008 года. Одним из лидеров месяца стала программа Игоря Прокопенко «Самые шокирующие гипотезы». Максимального результата она достигла 28 декабря. В этот день их посмотрело почти 10% россиян. Также высокую долю показал документальный проект «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным. Без успехов не обошлись и новости РЕН-ТВ. Наибольшее внимание россиян привлекли в выпуски 26 и 8 декабря. Помимо этого канал занял второе место в мужской аудитории 25-54 года. РЕН-ТВ уступил лишь первому каналу. Воспитанники городских спортшкол сегодня поучаствовали в больших гонках по Сочинске. Такая соревновательная программа для юных атлетов. Дни каникул стала традиционной и проводится на курорте седьмой год подряд. Рождественская эстафета «Большие гонки по Сочинске» ежегодно собирает ребят, которых объединяет одно увлечение – спорт. Вот и на этот раз на праздничном соревновании собрались воспитанники всех городских детско-юношеских спортшкол. Футболисты, баскетболисты, теннисисты. А еще гимнастки, борцы, вольники, легкоатлеты. Работать в команде большинству из них не привыкать. Вот только здесь им необходимо создать команду с незнакомыми ранее сверстниками. Несмотря на кажущуюся простоту соревновательных этапов, пройти их к тому же в непривычной и даже забавной амуниции нелегко, подчеркивают сами организаторы. Это веселая эстафета, которая подразумевает участие команд, командный дух, так как все элементы, которые нужно выполнить участникам, они связаны с командными решениями и вместе команда всегда победит. После таких игр они все дружнее и дружнее. Большие гонки по Сочинске состоят из нескольких этапов. Основная фишка эстафеты – необычный инвентарь. Командные лыжи, штаны на троих, гусеница, чудо-ласты, гигантские кеды. Азарт испытывают и сами спортсмены, и болельщики. Как результат – море положительных эмоций. Мы занимаемся вольной борьбой, но наши товарищи стали еще и баскетболисты, и мы с ними сплотились в одну команду и поучаствовали в этом конкурсе. Мы смогли стать командой, и это нам очень помогло. Даже если мы проиграем, будет не очень обидно. Это было очень клево, просто. Такие чувства, я передать даже не могу. Это произошло так быстро. Просто я так рад, что мы всей командой так прям выиграли, можно считать. Мы с друзьями делали это быстрее, а другая команда что-то неправильно делала. Они не в команде были. А мы в команде говорим раз, два, три, левой, правой. Надо поддерживать и подсказывать. Главный урок, который взрослые хотели преподать ребятам, усвоен. Участники больших гонок по Сочинске запомнили, что только слаженная работа всей команды, ну и, конечно, ловкость, могут принести победу. А еще такой элемент игры, уверенный в Сочинском департаменте физкультуры и спорта, популяризирует здоровый образ жизни. Несмотря на то, что мероприятие развлекательное, соревновательный момент никто не отменял. Победители и призеры получили кубки, медали, грамоты и призы. Галина Моисеева, Инга Габеши, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеши. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.